Проект «Я помню». Интервью с ветераном Великой Отечественной войны. Коцевман Петр Маркович. Руководитель проекта и главный редактор Артем Драбкин. Интервью и литературная обработка Григорий Койфман. Опубликовано 13 марта 2008 года. Часть первая. Родился 1 мая 1923 года в местечке Калинковичи, Белоруссии. Отец был простым рабочим, малограмотным человеком и всячески стремился дать своим троим сыновьям образование. В 1941 году закончил учебу в школе десятилетки. Еще в апреле 1941 года мы, четверо друзей-одноклассников, пришли в районкомат и попросили военкома направить нас в военное училище. Меня и моего товарища Гомана направили в летное училище, а двух других друзей, Шендеровича и Фиолковского, в военно-медицинское училище. Прошел в Гомеле все нужные комиссии и был направлен на учебу в школу летчиков ГВФ. Почему вы решили стать военным? Я был искренним патриотом своей страны, фанатично любил советскую власть и боготворил Сталина. И когда по всей стране в печати и на собраниях постоянно призывали молодежь идти в военное училище, то подобный призыв не мог не найти отзыва в моем сердце. После того, как немцы ввели войска в Румынию и Финляндию, нам было ясно, что война неизбежна и хотелось встретить ее хорошо подготовленными бойцами и командирами. Мой старший брат, Израиль, 1911 года рождения, сельский учитель, был призван в армию в 1940 году и служил танкистом в Перемышле. Из его писем мы многое понимали, осознавая, к чему дело идет. Средний брат, Лазарь, 1917 года рождения, тоже перед войной был на кадровой службе в железнодорожных войсках в Барановичах. И когда незадолго до войны он приехал ко мне в летную школу, то прямо сказал, что скоро грянет серьезная беда, что все железные дороги забиты воинскими эшелонами, идущими к западной границе. Так что для меня начало войны не стало неожиданностью. Почему вместо обычного летного училища вас зачислили в авиационную школу гражданского воздушного флота? Это была только вывеска школы ГВФ, маскировка, а на самом деле в ней готовили летчиков для Красной Армии. Незадолго до войны по стране были созданы примерно 100 таких школ со следующим личным составом. 150 курсантов в наборе. Весь набор был местным, белорусским. 75% курсантов были русские-белорусы, 25% евреи. 2 июня 1941 года мы начали теоретические занятия в школе ГВФ, расположенной в районе местечка Новобелицы Гомельской области. Нам выдали обмундирование ГВФ. Командовал этой школой летчик первого класса Олейников, ранее летавший по маршруту Москва-Берлин, а комиссаром школы был еврей Айзенштадт. Когда 15 июня 1941 года курсантов собрали на политзанятия для ознакомления с заявлением ТАСС, опровергающим слухи готовящимся нападений немцев на СССР и подтверждавшим соблюдение Германии условий пакта о ненападении, то наш комиссар честно и открыто сказал, все это чушь. Война начнется уже в ближайшие дни, не сегодня, так завтра. Как курсанты узнали о начале войны? 22 июня мы собирались поехать в Гомель, сделать свои первые курсантские фотографии в летной форме, но уже в 5 часов утра нас подняли на ноги крики часового. Подъем, тревога, всем собраться у палатки столовой. И тут немцы стали бомбить мосты через СОЖ. На пятый день войны был получен приказ об эвакуации летной школы в Казахстан. Куда вас отправили? Мы попали в Актюбинск. Сюда наши инструктора перегнали свои учебные ПО-2 из Новобелицы. Здесь нас объединили с Актюбинской авиашколой ГВФ, и здесь мы совершили свои первые полеты на ПО-2, У-2. Жили в казармах. И когда в октябре начались морозы, то начальство не знало, что с нами делать. У курсантов, белорусов, даже не было шинели и теплого мундирования раздобыть для нас так и не смогли. Мы не могли выйти на улицу в 30-градусные морозы в одних летних кителях. Нас срочно перевезли на железнодорожную станцию, погрузили в теплушку и отправили в теплые края, в город Сырдарья Ташкентской области. Сырдарья было полегче? Намного, а главное теплее. Здесь нашу школу ГВФ номер 121 влили в Ташкентскую объединенную школу номер 51. Курсантов поселили в здании обычной школы, отлично кормили по нормам ГВФ. На столах у курсантов, летчиков, постоянно были колбаса и сыр. До мая 1942 года мы закончили первичную летную подготовку и каждый имел на лед по 120 часов, и нас стали обучать на ночных бомбардировщиках. Но у нас не было штурманской подготовки. Наше моральное состояние было ужасным. Пол страны под немцем, а мы в глубоком тылу. Никто не знал, что произошло с нашими семьями. Родная Белоруссия под пятой оккупанта. Стоишь ночью на посту. Вокруг вой шакалов и так на душе тоскливо становилось. Мы не принимали присяги, до сих пор не имели воинских званий. В июне 1942 года всех курсантов перебросили морем по Каспию через Красноводск на запад, и мы оказались в Армавире, где должны были пройти подготовку на летчиков-истребителей. 3 июля 1942 года нас официально зачислили в ряды Красной Армии. В Армавир согнали с разных мест свыше 6 тысяч курсантов-летчиков, и командование ломало голову, куда нас девать. Здесь мы приняли военную присягу и впервые получили армейское бомбардирование. Курсантов разбили на эскадрильи, которые разбросали по различным станицам. В учебных эскадрильях по две сотни курсантов. Занятия не начинались, не было матчасти. Но тут снова началось стремительное немецкое наступление, и был получен приказ на эвакуацию Фергану. Пришлось снова проделать уже знакомый путь – Баку, переправа через Каспий, потом эшелонами из Красноводска на Фергану. Поселили нас на территории бывших кавалерийских казарм народу Туча, больше шести тысяч. Разместить всех негде, так мы искали в конюшнях, в лошадиных кормушках. И снова восточная экзотика – вой шакалов, жара, скорпионы и фаланги. Кормить стали скудно. Свои котелки мы мыли в арыках, а там, сами знаете, какая вода. Так началась эпидемия желтухи, а потом повальная дизентерия. Нам все это надоело, и курсанты в массовом порядке подали рапорты с просьбой отправить на фронт в пехоту. Сразу удовлетворили эти просьбы первым, пятистам курсантам, их бросили в Сталинград. Но вдруг калитка захлопнулась. Сверху, по указке московского начальства, запретили отправку курсантов на передовую. Нас снова разбили по отрядам. Я попал в первый авиаотряд, где на 200 человек курсантов приходилось всего пять инструкторов. В Фергане стояли истребители И-15, И-16, чайки. Но до марта 1943 года полетов не было, проводились только теоретические занятия. Не хватало горючего для учебных полетов. В летном парке не было самолетов моделей Як, МиГ и Лила. Так чему нас могли тогда обучить? К нам приезжали фронтовые летчики, да и преподавателем теории полетов у нас был раненый пилот, списанный с летной работы. И они честно, без утайки, рассказывали, что нас конкретно ожидает на фронте, через сколько вылетов нас собьют и как умеют воевать немецкие летчики. В феврале отобрали 400 курсантов, имевших опыт ночных полетов на ПО-2, и после напутствия начальника училища, сына героя гражданской войны Пархоменко, всех отправили в Чебоксары, в авиационную школу военных пилотов номер 14, для переучивания на ночные бомбардировщики ПО-2. Для меня эта учеба, как говорится, была уже по второму кругу. Нам выдали шинели из байки, английские ботинки с обмотками, и в этом одеянии с пилотками на головах мы доехали до Чебоксар, где стояли морозы и снег был по пояс. В Чебоксарах мы провели полгода. Но здесь хоть летали, успели отработать все нужное для нашей будущей боевой деятельности, включая бомбометание. Кстати, во время обучения в Чебоксарах были свои интересные нюансы. Нам запрещались любые контакты с местным населением, мол, вокруг сплошная трахома и бытовой сифилис. Кормили по девятой норме, и когда наш аэродром как-то завалило снегом, то весь личный состав целую неделю питался только перловкой на воде. С тех пор я эту перловку просто возненавидел. В ноябре 1943 года мы получили назначение на Первый Украинский фронт 999-й ночной бомбардировочный авиаполк, базировавшийся на аэродроме Василькова под Киевом. Прибыли туда на своих самолетах. Прибыли туда на своих самолетах, перегнали их с Казанского авиазавода. Полку нам сказали, вы нам не нужны, мы заявку на пополнение не посылали. Самолеты оставьте, а сами валите отсюда. У нас своих восемь безлошадных летчиков. И отправляют нас назад, тыл, Москву, в резерв ВГК. В Москве нас разместили в общежитии ВВА имени Жуковского. Сходили в Большой театр, посмотрели музеи, погуляли с московскими девушками. Получаем новый приказ. Отправляйтесь в Арзамас в распределительный пункт. Там вы получите назначение во фронтовые части. Приезжаем в Арзамас, а там половина ребят из нашего чебоксарского выпуска прохлаждается. Их тоже турнули обратно в тыл с объяснением, техники на всех нет. В Арзамасе находились многие сотни летчиков, пилоты переменного состава. Ждавшие с моря погоды, счастливого случая попасть в действующую армию. Атмосфера соответствующая. С утра до вечера сплошная пьянка, преферанс, девки табунами, дым коромыслом. Не жизнь, а тыловая малина. Полетов не было, никаких теоретических занятий или другой подготовки не проводилось. Покупатели с фронта приезжали только за летчиками-штурмовиками, а остальным прямо говорили. На всех самолетов не хватает. Вы еще не устали слушать мою тыловую Одиссею? Нисколько. Я уже неоднократно слышал о том, что тысячи курсантов-авиаторов 41-го года так до конца войны не были выпущены из летных училищ и на фронт не попали. То самолетов нет, то горючего для обучения. История известная. Интересно, а из ваших товарищей, оставшихся в Фергане, кто-то успел закончить курс обучения во время войны? Некоторые из наших новобельницких курсантов, застрявшие в Фергане, были выпущены из училища только во второй половине 1944 года. И пока получали технику, пока переучивались и тренировались во фронтовых запах, многие успели только к шапошному разбору, попали на фронт к конце войны, толком не повоевав. Мой друг Гоман вообще угодил на Дальний Восток и воевать начал летчиком-истребителем уже с американцами в Корее в 1950 году. Так как и когда в конечном итоге удалось из Арзамаса попасть на фронт? В июне 1944 года приехали очередные покупатели с фронта, и мы, шесть человек, товарищей, сказали им, что являемся штурмовиками полетной специальности. Нас без какой-либо проверки сразу отправили в Черкассы, первый гвардейский штурмовой корпус, ШАК, в 9-ю гвардейскую штурмовую авиадивизию, ШАК, в 141-й гвардейский штурмовой авиаполк. И тут и выясняется, что на Ил-2 никто из нас раньше не летал. Времени учить нас летать на штурмовиках непосредственно в полку у пилотов-стариков не было, шли активные боевые действия, и нас отправили в запасной полк в Кировоград. Здесь всего лишь за полтора месяца из нас сделали летчиков-штурмовиков. Каждый сделал семь полетов по кругу с инструктором, а после несколько самостоятельных вылетов. В 141-й гвардейский штурмовой полк мы вернулись сразу после взятия Львова, когда 9-я штурмовая авиадивизия вышла на польскую границу. Со мной вместе в полк вернулись и были зачислены в первую эскадрилью украинец Миша Середа, русский Витя Кротов, белорус Витя Мартынович и казах Кубаис Алдеяров. Лейтенанты Кротов и Мартынович впоследствии погибли в Польше. Вскоре после нас в эскадрилью пришли еще Гриша Беляков и Виктор Горшинин. Вы хотите сказать, что для обучения летчика-штурмовика требовалось всего 2-3 месяца, начиная с ноля? Я считаю, чтобы из толкового пилота, уже прошедшего курс первоначального обучения, сделать штурмовика даже за 3 месяца – это слишком большой срок. Штурмовик Л-2 – машина довольно простая, действительно, летающий танк. И подготовку летчиков для штурмовой авиации можно было в войну спокойно поставить на быстрый конвейер. Это же не истребители подготовить. Кто командовал полком? Командиром 141-го гвардейского штурмового авиаполка был прекрасный человек, великолепный и отважный летчик, герой Советского Союза Алексей Петрович Компанеец. Ему тогда было 28 лет. Компанеец начинал в этом полку службу еще до войны в наземном составе укладчиком парашюта, но в 1942-м переучился на летчика-штурмовика. Это был командир от Бога, пользовался всеобщим уважением и огромным авторитетом. Никогда не повышал голоса на подчиненных. Начальником штаба был Дробышев, но он погиб вскоре после нашего прибытия в полк. Вместе с комиссаром полка Петренко на штабе Дробышев полетели куда-то на ПО-2 и пропали, но, как потом выяснилось, взлетели по ошибке к немцам. Позже, когда обнаружили остатки самолета и куски регланов на месте посадки, нам сказали, что немцы не смогли их взять живыми. Штурманом полка был дважды герой Советского Союза Столяров. Кто был командир эскадрильи? Кто из опытных летчиков воевал в эскадрилье? Герой Советского Союза Василий Иванович Андрианов, к концу войны ставший дважды героем Советского Союза. Высокий богатырь, рост за 180, здоровый парень, всегда спокойный, рассудительный, тактичный. Он стал мне настоящим другом и учителем. Очень смелый, мужественный и опытный летчик. А из старичков были летчики Саша Гусев, Сергей Перегудов, Узаткин, будущий герой Советского Союза Павел Петров и герой Советского Союза Николай Блинов. Великолепные ребята! Одно время заместителем командира эскадрильи у нас был дважды герой Советского Союза Михайличенко. Сколько всего народу было в эскадрилье? Три звена, всего девять машин, восемнадцать летчиков и стрелков. И примерно тридцать-тридцать пять человек техсостава, включая инженеры эскадрильи. Еще был администратор, адъютант эскадрильи в звании старшины. Каким составом воевал 141-й штурмовой авиаполк? Когда мы прибыли в полк, то в расход шел уже третий состав летчиков и стрелков. Из первых двух составов, воевавших еще в 667-м штурмовом авиаполку, в строю оставался только наш компанеец, начинавший летать рядовым летчиком. Воздушного стрелка дали из опытных ребят? Нет. Мой воздушный стрелок Коля Писаренко попал в авиацию прямо из пехоты. Его буквальным образом где-то на дороге подобрали и сманили в стрелки. Хохмач был, огур, любитель выпить. Никакой школы для подготовки воздушных стрелков он в помине не заканчивал. Никогда не прыгал с парашютом. Я, кстати, тоже за все время нахождения в летных училищах и запасных частях так и не сделал ни одного парашютного прыжка. Нас просто этому не обучали. Первый раз прыгнул уже после войны. А механик мне достался из опытных по фамилии Киее. Он до моего появления уже несколько своих подшефных летчиков проводил в последний путь, в смысле в последний вылет. Новичкам сразу рассказали о высоком уровне потерь в штурмовой авиации. Мы все это и так прекрасно знали еще до предбытия на фронт. А в полку нам старики сказали, что есть у летчиков-штурмовиков три проклятые приметы. Что обычно сбивают на третьем-четвертом вылете, на тринадцатом-четырнадцатом вылетах и на тридцать третьем-тридцать четвертом вылете. Если тридцать пять вылетов сделал и до сих пор жив и не сбит, значит, есть шанс еще долго протянешь. Кстати, примета казалась верная. Меня три раза сбивали, и именно на этих роковых числах строго следуя летной мистике. А расскажите об этих роковых вылетах. Первый раз сбили в Силезии в январе 1945 года. Штурмовали в районе памятника Кутузову. Помню, там стояла стела со скульптурным орлом наверху. Зенитка достала ил на выходе из пикирования на высоте триста метров. Перебила петрофлекс. Масло моментально вытекло, и мотор заклинило. До своих мы дотянуть не могли. Пришлось садиться на живот, в грязь. Хорошо, хоть земля мягкая была. Комкор Рязанов прислал за нами свой Виллис, а потом механик поехал разбирать остатки самолета на запчасти, а там в бомболюке неразорвавшаяся бомба. Так что повезло нам неимоверно. А почему с парашютом не выпрыгнули? Высота вроде позволяла. Если бы я спрыгнул, то стрелок бы не успел выброситься. Понятно. Давайте продолжим. Или вот, например, эпизод, происшедший 20 апреля 1945 года. Полетели шестеркой на штурмовку немцев, прорывающих кольцо окружения под Бреслау. Над целью образовали круг и стали атаковать. При первом заходе уничтожили четыре танка и много пехоты. И при выходе из пикирования мне вражеский снаряд попал в левую плоскость, в которой образовалась большая дыра. Благо, что наш аэродром находился рядом, так я спланировал, как в песне, на честном слове и на одном крыле. А во второй половине дня поднялся воздух уже на чужом штурмовике. Летим на Берлин, ориентируясь по автостраде. Под нами город Штемберг. Сказали, что в нем уже находятся наши войска. Шли на бреющем полете. А в городе немцы. Врезали по нам из зенитных орудий. Кок винта попал снаряд, и машина пошла вниз. Смог посадить на живот, но при посадке ударился головой о приборной панель и потерял сознание. От удара о землю на штурмовике сработали пушки и пулеметы. Писаренко выскочил с пистолетом из самолета, смотрит по сторонам, где упали, кто ближе, немцы или наши. На наше счастье рядом находились танкисты-ремонтники, и когда они меня начали вытаскивать из кабины, я пришел в сознание. На задании летали с истребительным прикрытием. Когда как? Нашему полку наиболее часто был прикреплен для сопровождения герой Советского Союза Коля Шут со своими ребятами. Шут садился в кабину истребителя, механик подавал ему четвертинку водки, он ее выпивал, и когда пустая бутылка вылетала из кабины, то это означало можно взлетать. Первый свой боевой вылет помните? Такое никогда не забывается. Полетели штурмовать Жешу, километров двадцать за линией фронта. Шестерку повел Андрианов. С нами был еще командир звена Блинов. Мне объяснили перед вылетом. Держись за ведущим, не отрывайся, все делай как он. Было пасмурно, шли на малой высоте. Я очень волновался, боялся потерять строй. Тогда еще совсем не понимал, что такое истребители или огонь зенита. Весь вылет как будто в какой-то пелене. Но когда вернулись, то Андрианов сказал, что я хорошо слетал. Во втором вылете уже такого мандража не было. Но первое время еще случались промахи по неопытности. Бомбили перевал на Дукле, я запоздал с пикированием и потерял свою шестерку. Ушел на Бреющем по дороге, увидел шестерку илов из 143-го гвардейского штурмового авиаполка. Примкнул к ним и с ними дошел домой. Посмотрел по статистике, эскадрилья Андрианова с 1 сентября 1944 по 29 апреля 1945 совершила 578 боевых вылетов, при этом потеряв всего два экипажа. Чем объяснить такой низкий для штурмовиков процент потерь? Вы располагаете неточными данными. Потери в эскадриле были гораздо выше. Но, конечно, не сравнить с 1943 годом. И тому много причин. Мы стали опытнее, нередко летали с истребительным прикрытием, была уже отработана тактика успешных штурмовых ударов и так далее. Молодых летчиков водили в бой постепенно, перед этим предварительно и качественно поднатаскав по специальности. Штурмовые полки уже не приходили, изучились юные буквари с подготовкой на уровне взлет-посадка. Для войны хватит. Есть еще несколько объяснений. Об этом можно говорить долго. В конце войны нас реже атаковали немецкие истребители, по крайней мере при мне в нашей эскадриле от действий немецких истребителей погиб вроде только один экипаж. 7 мая 1945 года немецким реактивным МИ-262 с Прашского аэродрома был сбит экипаж лейтенанта Карпенко. Это была последняя боевая безвозвратная потеря в летном составе нашего штурмового авиаполка. В основном потери мы несли от четверенных зениток ралликонов и от огня танковых орудий. Зимой и весной 1945 очень часто была нелетная погода и было не так много боевых вылетов. Весной 1945 года полк потерял всего шесть экипажей. В 141-м гвардейском штурмовом авиаполку были какие-то свои общие суеверия и приметы у летчиков. Как и во многих других летных частях считалось плохой приметой бриться, стричься или фотографироваться перед боевым вылетом. В Польше как-то сидим на аэродроме. Погода нелетная, низкая облачность. Уже после обеда стало ясно, что сегодня для нас войны не будет. Начали играть в карты, в домино, а два летчика, Колесниченко и Тамаркин, пошли бриться. Вдруг приказ. Вылет первой эскадрильи. Уже после штурмовки возвращались домой по ориентиру над шоссейной дорогой, так танковыми снарядами немцы сбили двух наших правых ведомых, а именно Колесниченко и Тамаркина. У первого это был шестидесятый вылет, а у второго четвертый. Или была у нас мотористка, девушка по имени П.Я. Кто с ней переспит, сразу погибал. Троих ее кавалеров сбили уже при мне. На эту рукавую бабу все смотрели с опаской. Сразу после войны наши пьяные механики, человек пятнадцать, изнасиловали хором эту П.Ю. Командований, не стараясь замять ЧП и не доводить это позорное дело до серьезного расследования, моментально демобилизовал эту несчастную девушку из армии. Какой-нибудь талисман вы с собой вылеты брали? Таскал в планшетке портрет Сталина в качестве талисмана. Думал, что если случится самое страшное, и немцы меня собьют и возьмут в плен, то, увидев портрет вождя, меня не станут мучить и сразу расстреляют. Выжить надеялись? Как вам сказать? Была у меня уверенность, что Бог сбережет, хоть я и был атеистом. Интервью и литературная обработка Григорий Койфман Конец первой части. Читал Олег Лобанов. Субтитры создавал DimaTorzok